Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем путешествие по книге Тиелим, 28-й псалом. Не очень много есть об этом псалме, он достаточно интересный, но из таких простых вещей давайте перечислим. В первую очередь написано, что когда кто-то тебя не любит, когда как-то ты чувствуешь какое-то отношение к себе со стороны какого-то человека или организации, то ты можешь поменять это отношение, изменить ситуацию. Надо начать ежедневно читать этот псалом, имея ввиду изменение данной конкретной ситуации. Читают это когда дома споры и не можете найти нормальное решение вопросов, читают для примирения. Только в том плане, если мы хотим не победить в споре, а примириться. Спасает написано от опасности, проблем с людьми какими-то, которые возникают в результате вот этих вот контактов в мире. То есть, если что-то у тебя щеком не ладится с людьми, да, и ты даже чувствуешь как-то, ну, повышенную опасность написано. За мир с врагами, когда ты хочешь установить какой-то мир все-таки и найти какой-то консессус из ваших проблем, читают, особенно перед переговорами, и перед разговором читают этот псалом. В этом псаломе также нам раскрывается очень интересная система управления миром, мира за миру. Достаточно открыто говорится, что когда они говорили одно, было у них на устало другое, и вот ты, Господь, поступишь с ними так же. То есть, человек всегда, иногда кажется человеку, что вот Бог посылает, это Мальбим написал в комментарии к этому псалу, что Бог поступает с человеком, очень там заботится о нем, и кажется, и со стороны кажется, что он процветает так, а на самом деле он губит его, есть тому миллионы примеров. Читают трудные для времена, для семьи, когда в семье есть разлады, не дай Бог, то, конечно, очень важно читать этот псалом. При финансовых трудностях, опять же, в семье читают этот псалом. Вообще написано, при многих жизненных обстоятельствах, когда ты чувствуешь какую-то некомфортность именно в отношениях с людьми и внутри семьи, читай этот псалом. Последние 10 слов псалма, это они особые, на них особое благословение, читают их особенно сосредоточено, это на большую-большую браху. Вот все о 28-м псалме. Брахава Целаха.